Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем говорить о киноленте, которая вышла на экраны в 1961 году. Кинолента была основана и снята по одноименной пьесе Тенниси Уильямса «The Roman Spring of Mrs. Stone» или «Римская весна Mrs. Stone». Режиссеры, продюсеры и сценаристы не могли найти актрису на главную роль. На главную роль пробовалось достаточно большое количество актрис. И однажды Тенниси Уильямс сказал, почему бы не предложить эту роль Вивьен Ли? Вивьен Ли должна сыграть эту роль. И Вивьен Ли уже на тот момент была знакома с этой пьесой. Она отмечала, что она не совсем была в восторге от пьесы, потому что она считала, что история между главными персонажами кажется довольно нелепой и достаточно жестокой. И она отказалась. И когда Вивьен Ли прислали сценарий, в котором уже были внесены какие-то изменения, Вивьен Ли согласилась, но при одном условии. В начале фильма не должно было говориться, что эта актриса уже не молода. Какие отношения сложились между Вивьен Ли и ее партнером-актером Воррен Битти? Вивьен Ли изначально считала, что в реальной жизни неплохо было бы закрутить какой-то роман, чтобы привнести вот эти чувства, эмоции на экран, и чтобы это выглядело более реалистичнее. Но у актера на тот момент была девушка, и Вивьен Ли была достаточно ревнива. А также отмечалось, что Вивьен Ли чувствовала себя достаточно неспокойно в компании актрисы Джилл Сан-Джон. И эта актриса отмечала, что она была огромным фанатом Вивьен Ли. Она говорила, ну кто же не смотрел «Унесенные ветром», ведь Вивьен Ли так была там настолько красива. Но Вивьен Ли не говорила со мной на протяжении съемок, она только кивала. В фильме исследуется тема страха старения и страха одиночества. Вивьен Ли старалась внести в киноленту свой личный опыт, свои личные чувства. Как раз таки в этот период она разводилась с Лоренсом Оливьей или уже развелась? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Она использовала свой собственный опыт, чтобы придать персонажу реалистичную уязвимость. Но съемочной площадке Вивьен Ли была достаточно требовательная. И эта требовательность проявлялась в разных моментах. Например, в своей гримерке она просила поменять шторы, потому что они показались ей грязными. И, возможно, кто-то это может рассмотреть как поведение звезды. Но партнер Вивьен Ли, Джек Мэривейл, отмечал, что ей хотелось, чтобы другие люди относились к ней с уважением. И эта история не про капризы звезды. Была сцена, где актер Воррен Битти должен был толкнуть Вивьен Ли пренебрежительно, но он не хотел этого делать, потому что он считал, что это будет не совсем вызывать симпатию к его персонажу. И у него не получалось это делать. Вивьен Ли сказала, что если он сейчас не выполнит свою роль как нужно, не отыграет сцену как нужно, она просто не будет участвовать в фильме. А также после каждого дня съемок отсматривали отснятый материал. И его отсматривали в черно-белом цвете, хотя картина снималась в цвете. Вивьен Ли сказала, что если вы будете экономить и будете отсматривать то, что вы засняли сегодня в черно-белом варианте, я участвовать в этом не буду и я ухожу. Костюмы для Вивьен Ли создавал французский модельер Пьер Бальмау. История киноленты рассматривает концепцию страха, старения и одиночества. Отношения между Вивьен Ли и актером Уоррен Битти отразились на качестве фильма. Вивьен Ли играла намного жестче, чем требовалось. А ему не хватало обаяния, и их несимпатия друг к другу была зафиксирована объективами камеры. Таким образом, фильм получился холоднее, чем повесть Тенниса Уильямса. А на прощальные вечеринки по поводу окончания съемок Вивьен Ли подарила всем подарки, и на всех подарках стояли инициалы тех, кому они предназначались.